МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире очередной выпуск программы «Гость в студии» на канале НТМ. Я ее ведущий Сергей Чернавин. И сегодня мы беседуем с особым гостем нашего телевизионного канала. В нашей студии руководитель регионального штаба «Молодой гвардии Единая Россия» один из истинных, реальных молодежных лидеров Республики Мордовия Евгений Миронов. Добрый день! Ну и первый вопрос, естественно. Как случилось так, что молодой, яркий, талантливый человек нашел себя именно в политической деятельности? Насколько трудно сегодня в республике быть реальным молодежным лидером? Ну, вообще, говорить об общественной и политической жизни нужно, наверное, захватывать всю эту жизнь в целом. Я, в принципе, всегда со школьной парты, со школьной скамьи был достаточно активным молодым человеком. Я проявлял себя в творчестве очень активно, я проявлял себя в общественной деятельности. В студенчестве был КВН очень веселый, студенческие весны, различные форумы, фестивали. Все настолько было ярко, затягивающе и интересно, что в дальнейшем не хотелось это терять, потому что это была некая энергетика. Энергетика, которая тебя подпитывает и дает тебе силы для дальнейшего развития в целом. И я, наверное, не планировал, была цель у меня в жизни, что стану обязательно молодежным лидером. Нет, такого не было. Но судьба, она, наверное, распоряжается именно таким образом, что если видеть, что человек в этой сфере что-то может, что-то умеет, то она именно дает путь жизненный именно в эту сторону. И, собственно, в 2014 году, после окончания вуза, мне предложили должность руководителя молодой гвардии. Я не раздумывая, я принял это решение, и на сегодняшний момент ни копейки не жалею. Сегодня такого рода молодежная деятельность – это способ самовыражения? Это действительно возможность начать какую-то карьеру, реальную, политическую в том числе? Или это такая форма существования, без которой уже как-то скучно жить в этой стране, в этой ситуации? Что для вас, Евгений? Ну, отчасти в ваших словах все правда. Человек, который приходит к нам в организации, он уже первоначально ставит перед собой определенную цель. Либо он хочет заниматься политической деятельностью, либо, скажем так, он хочет, грубо сказать, убить время. То есть заниматься любимым делом в кругу интересных людей. И третье – это непосредственно получение знаний и некого опыта. И вот в каждой вот этой отрасли нашей организации у нас каждый активист может реализовать себя. У нас под это есть проекты, мы реализуем. Но по поводу политической карьеры начнем с этого, потому что мы являемся молодежным крылом действующей политической партии, партии власти. Естественно, мы ставим первоочередную для себя – это вовлечение молодежи в общественно-политическую деятельность. Как можно большего количества молодых людей. Массовость все-таки приоритетная. Да. Но, как показывает нынешняя практика, нынешняя история, к сожалению, молодые люди у нас достаточно амбициозные. И сразу им нужны мандаты депутатов Государственной Думы, депутатов Государственного Собрания. Илюш, как минимум, кресло президента этой страны. Это минимум. Начинать нужно с низов. Как мы понимаем, муниципальные выборы. У нас есть несколько молодогвардейцев, которые у нас являются депутатами муниципальными. Это Вычалков у нас есть, в Лямбере есть, в Краснослободске. То есть у нас реально три депутата наших молодогвардейцев. Мы им очень гордимся, и мы стараемся им всегда помогать. Но, как я понимаю, это не единственная главная задача, которую вы реализуете. Есть у нас также программа по стажировкам. У нас ребята проходили стажировку в Государственной Думе, в Государственном Собрании, в администрации городского округа Саранск. Сейчас мы ведем разговор, чтобы это вышло на республиканский уровень, чтобы молодые люди, проходя отбор, конкурсный отбор, проходя обучение предварительно, могли проходить практику уже в министерствах и ведомствах нашего правительства. Молодым людям это интересно. Поскольку всегда, когда задаешь молодым людям вопрос, вот скажите мне, чтобы стать главнокомандующим, кем нужно быть? Ну, естественно, ответ – солдатом. И по карьерной лестнице потихонечку, поступательно, ты становишься генералом. Главным врачом, медсестрой. Ну, понятно, логика ясна и понятна. А вот для того, чтобы стать чиновником, депутатом, ну, какой-то определенной схемы нет. И вот молодая гвардия, мы стараемся сделать такой вот мостик, который может помочь молодым людям, которые интересуются политикой, которые хотят этим заниматься, могли по этому мостику пройти. То есть наша миссия – быть звеном между молодежью и действующей властью. Исполнительной, законодательной представительностью не принципиально. Мы хотим ею быть. И мы стараемся ею быть. И для нас практически все проекты у нас на это направлены. Все-таки как сильно меняется жизнь. Если в свое время, в советское время, опять же, во времена моей юности, комсомол – это считалось основой основ партийной деятельности, так сказать, главной подоплекой и главный, так сказать, фундамент дальнейшего роста и существования партии в этой стране, молодая гвардия «Единой России» сегодня воспринимает себя, ну, как вы выразились, как мостик связующий, а в большей степени, наверное, как, ну, помощь не столько политической даже силе, а сколько тем молодым людям, которые проявляют свой интерес к политической деятельности, или, может быть, не только к политической, а вообще к возможности самореализоваться в этой жизни. Правильно я вас понял? Все верно. Это тоже, у нас же, получается, общественная организация, куда приходят люди, чтобы заниматься общественностью, да, они не обязательно занимаются политикой, у нас есть… Общественной жизнью, да? Вот, да, совершенно верно, общественной жизнью. У нас есть огромное количество добровольческих проектов, да, патриотических проектов, проектов, направленных на работу с подрастающим поколением, проектов, которые направлены на противодействие злоупотреблению злоупотреблению алкогольных и наркотических веществ. То есть есть направления, в которых молодой человек себе может найти. Мы от этого тоже не отказываемся. Это тоже часть современной жизни молодежи. Но через эти проекты нам проще выявлять молодых лидеров и привлекать на свою сторону. А потом в дальнейшем их продвигать по карьерной или политической лестнице. То есть делается все для того, чтобы скука и равнодушие ушли из жизни современного молодого человека. Так? Даже больше, чтобы молодые люди вышли из торговых центров, которые сидят сейчас у нас в холле. Раньше мы, как говорят наши родители, раньше мы сидели в подъездах, а сейчас у молодежи сидят в торговых центрах. Сидят в смартфонах и общаются онлайн. Мы делаем площадку оффлайн. Для общения, для живого общения, для нормального живого общения. Подождите, подождите. Разве современные технологии это не про вас, не про молодую гвардию Единой России? То есть песни у костра, походы с рюкзаками и что-то еще а-ля 60-е годы. Это ваша основная деятельность в неформальном решении жизненных проблем молодых людей. Отчасти песни у костра и походы. Это у нас есть большой форум, республиканский форум Инерка, на котором мы тоже неформально встречаемся. Слава богу, там очень плохо ловит сеть мобильная. И молодым людям очень сложно выходить в интернет. И поэтому там действительно уже проходит общение. Представьте, лес, такая атмосфера на туристической палатке. К нам приезжают гости, причем очень высокого уровня. И нам очень это приятно. И опять же, это говорит о том, что молодой гвардии уже начинают прислушиваться. Начинают прислушиваться к нашему мнению. Начинают считаться с нашими проектами. А люди к нам приезжают, наши гости, мы за это выражаем огромную благодарность. Мы ценим это и понимаем, насколько это важно. В первую очередь для нас, и во-вторых, для них. Потому что понимать молодому человеку, что власть это не где-то там в кабинетах, а она может прийти, приехать после дождя и выступить перед молодежью, это тоже дорогого стоит. Не бояться, что пропахнет пиджак костром дорогой, это тоже дорогого стоит для молодежи. И там уже происходит диалог, открытый диалог. Потому что нет давящих стен, все открыто, все возможно. Могут задавать совершенно любые вопросы. И тоже мы одной из целей тоже ставим, ну вот про политическое продвижение. Вот эта площадка, где могут общаться и чиновники, и политики, и депутаты, и молодые люди, это тоже очень важно. Потому что на данный момент таких площадок очень сложно найти. Жень, ну согласитесь, все только на общественно-политически активных молодых людях все-таки не замыкается. И в республике, и в стране существует масса неформальных молодежных движений, в том числе и так называемого андеграундного уровня, как-то с ними устанавливаются какие-то контакты столь представительной организации, как молодая гвардия Единой России? Или вы все-таки в иной плоскости действуете, более официальной? Ну, понимаете, говорить, что мы каким-то особняком находимся, нет. Ну, у нас республика маленькая и дружная, скажем так. И все мероприятия, которые проходят на территории республики, андеграундные, общественные организации или другие, официальные, как вы говорите, мы так или иначе соприкасаемся, так или иначе мы взаимодействуем. Ну, потому что, допустим, не хватает у нас ресурсов охватить какое-то большое крупное мероприятие. Вот у нас есть акция «Чистые окна». Когда мы ветеранам, людям пожилого возраста, моем окна, делаем уборку после зимы, естественно, заявок приходит очень много. И мы обращаемся уже к нашим дружественным организациям, которые тоже откликаются и помогают нам. Это нормальная практика. Главное – работать в одном русле и на одну цель. Цель у нас одна – сделать нашу страну, нашу республику лучше. Ну, глобальная. Глобальная. А как это сделать? Через молодежь, через наше будущее. То есть воспитание молодежи, казалось бы, помыть бабушке окна. Но что стоит труда для молодого человека? Ну, здесь тоже. И общение с пожилым человеком, да, и понимание вопроса труда, как это достается. И на момент, когда уже потом уходим от этой бабушки, да, помыли окна, молодые люди часто вспоминают. А вот, помните, там, Валентина Ивановна, вот как. И мы обсуждаем судьбу, бабушка делится своей историей. Мы обсуждаем. Это интересно. Это вот как раз выход за грани, наверное, молодежного мышления, скажем так. Трудодисциплина, да, или там, как это называется, трудовые лагеря раньше, которые были, да, и там, причастность людей к труду. Я хорошо помню, да. А наше поколение уже забыло. Наше поколение уже забыло. И заставить там сейчас современного ученика помыть полы в классе, когда раньше мы своими ручками мыли. Не говоря уж о прополке свеклы в нескольких гектарах. Но сутки. Это я уже не застал. Вот. Надо к этому тоже, я считаю, тоже возвращаться отчасти. Молодая гвардия «Единая Россия» – это общероссийская организация. Вы являетесь республиканским региональным подразделением, естественно, имея свои подразделения в каждом муниципальном районе. Вот эта структура, разветвленная и достаточно централизованная, она помогает или мешает решать те реальные задачи, о которых вы сейчас говорите? Больше или меньше формализма вашей жизни, вашей деятельности? И насколько то или иное мешает или помогает? Ну, понимаете, формализм, номенклатуры, дела, бумаги – это все мы стараемся отграждать в местное отделение наше. Отчеты и все такое. Мы стараемся этого не делать. Мы стараемся весь удар московский, так сказать, центрального штаба брать на себя. Вот эти официальные бумаги, бланки, печати – вот это все серьезное. Мы стараемся брать на себя, как региональный штаб. А местное отделение у нас занимается непосредственными делами. Убираются, помогают бабушке также окна мыть, снег убирать, проводят патриотические акции к 9 мая, к 1 мая он сейчас начнется, к 12 мая. То есть все ключевые даты мы тоже охватываем. Я считаю, что для местного отделения, для молодой гвардии, заниматься бумажками – это не совсем то, скажем так. Ребята приходят на общественных началах, им не важно, заполнил ты бумажку или не заполнил. Им важно прийти и что-то сделать, чем-то помочь. Это я и хотел выяснить. Все-таки главный акцент делается на общественную работу. То есть люди к вам приходят не для того, чтобы заработать денег, а для того, прежде всего, чтобы самореализоваться или, по крайней мере, попытаться получить какую-то информацию о том, где и как он может приложить свои силы. Так ли? Да, все верно. Вообще у нас, в принципе, в республике более 45 общественных организаций. То есть молодой человек по своему спектру может выбрать любой направленность – спорт, медицина, добровольчество, патриотика, туризм, все что угодно. И вот в этом спектре нужно иметь некую уникальность, некую, скажем так, молодежным сленгом фишечку. Мы это имеем, мы ближе к политике, ближе к политическим процессам. Но вот эти фишечки, они выявляются какими-то определенными методиками, которые вы владеете. Приходит некая масса студентов-первокурсников Мордовского госуниверситета. Говорят, здравствуйте, Евгений, нас к вам прислали для общественно-массовой работы. Загружайте нас работой. Как выявляется кто куда и зачем? Было бы потрясающе, если бы толпы студентов приходили бы к нам и мы бы уже распределяли по проектам. Но процесс немножко по-другому проходит. Мы осенью, у нас большая осенняя кампания, мы приходим в каждый вуз, стараемся зайти на каждый факультет и делаем презентацию своей работы. Все, что мы умеем и что мы можем предложить. И уже после этого молодой человек оценивает. Да, вот это интересно, вот это неинтересно. Вот это бы я хотел в этом попробовать, но это совершенно не для меня. И поэтому уже на основе наших презентационных деятельностей он же решает, приходить к нам, не приходить, и чем он занимается. То есть у нас редко люди, которые приходят и говорят, что я хочу быть в молодой гвардии, но я не знаю, чем буду заниматься у вас. Это редкость. Вопрос, естественно, о том, как республика готовится к чемпионату мира по футболу 2018. И то волонтерское движение, которое сейчас буквально всех нас захлестнет в июне. Какое-то отношение, какую-то роль, какое-то применение, свое место в этой работе молодая гвардия «Единой России» готова найти, находит? Мы, как и все общественные организации, все общественники, все зарегистрировались как в качестве волонтеров. Я сам лично зарегистрировался как рядовой волонтер, который хотел бы работать на объектах чемпионата мира. Какого-то конкретного распределения и закрепления определенных задач за молодой гвардией не было. Но я думаю, что и не будет, потому что есть огромная команда, которая работает над этим, оргкомитетом чемпионата мира. И я думаю, что если нужна помощь, естественно, мы открыты. Мы готовы помогать. Возвращаясь к началу нашего разговора, у нас у всех одна цель. Сделать республику и нашу страну как можно светлее и лучше. И ради этой задачи мы готовы работать. Все-таки молодая гвардия «Единой России» – это общественно-политическая организация. И ваши перевостепенные цели и задачи в области политики лежат. То есть дать возможность молодому человеку с молодых, что называется, ногтей с первых лет его сознательной жизни определиться в политической деятельности, в политической карьере и создать тем самым какой-то потенциал, в том числе и для дальнейшего развития «Единой России». Так ли это? Да, все верно. Понимаете, сейчас уже есть небольшой опыт общения с молодыми людьми. И когда я только начинал, мне почему-то было достаточно странно и обидно, с одной стороны. Когда разговариваешь с молодыми людьми, задаешь банальные простые вопросы. Кто такой депутат? Сколько ветвей власти у нас? Что такое государственное собрание, правительство, глава, президент? И у молодых людей просто округлялись глаза, и они не понимали, что я спрашиваю. Что это за терминология? И для чего она вообще в принципе нужна? Ну, может быть, это и неплохо. Светлая голова, незачем не засорена. Понимаете, у нас сейчас в обществе сложились некие тенденции. Пока нам хорошо, комфортно, мы в комфортной среде, в зоне комфорта, нам, собственно, ничего не надо. А как только возникают некие проблемы, мы готовы выйти на улицу с транспарантами и требовать своего. Но у нас есть в нашем государстве органы, которые готовы и могут помогать решать те или иные вопросы. Собственно, депутатский корпус для этого и нужен. Представительская функция депутатов никто не отменял. К ним можно прийти, так сказать, поплакаться, пожаловаться, написать обращение, и депутат уже будет с этим работать. И вот этого молодые люди не знают. Да что молодые люди? Да многие, даже взрослые люди не знают, куда обратиться. Это бич современности. У нас, простите меня, пользуются популярностью различные приложения развлекательного характера, а госуслугами никто не пользуется. Приложения тоже уникальные, удивительные. Ты с телефона можешь сделать практически все операции государства. Получить справки, выписки, платить квитанции, госпошлины, все что угодно. Об этом тоже не знают молодые люди. И очень важно сейчас не только молодым людям, но и людям более старшего поколения показывать и объяснять, что можно сходить сюда, и ты получишь что-то, то-то, пятое, десятое, и сюда. Потому что люди иногда ходят из кабинета в кабинет и не знают, кто поможет решить им проблему. Потому что когда открываешь кабинет, говорят, что извините, мы некомпетентны. И в дальнейшем они не отправляют по нужному адресу. То есть просветительская функция тоже одна из основных. Да, безусловно. И проект «Школа молодого политика», кажется, так называется, один из ключевых. Да. «Школа молодого депутата» у нас реализовывалась с 2015 года. В 2017 году мы включились в федеральную повестку, и проект у нас стал называться «Школа парламентаризма». Здесь буквально два отличия. Первое отличие, что участники могут быть с 16 лет, молодые люди. И второе отличие, что в рамках федерального существует некий рейтинг регионов по количеству участников. Но это уже к участникам никак не относится. И действительно, проект очень интересен. Он достаточно уникален для республики Мордовия, потому что непосредственно обучение политической грамотности у нас никто не производил. А политическая грамотность – это очень важная вещь. И я ее, наверное, ставлю наравне с первооказанием первой медицинской помощью. Можно и так сказать. Потому что, не зная процессов, которые проходят в государстве, очень сложно жить в этом государстве, собственно. Население вспоминает о политике государства только во время выборов. Когда с каждого, вот сейчас мем есть в интернете, с каждого утюга говорят про выборы. Только об этом они задумываются и начинают говорить о политических направлениях, политических чтениях, политических партиях, программы политические. Вот эти все слова. Но в обыденной жизни почему-то мы к этому совершенно относимся лояльно. Хотя это тоже очень интересный процесс. Вот этот проект, он в основном местного, регионального уровня? То есть это ваши собственные разработки? Ну, не вас конкретно, может быть, а вашей команды? Или все-таки это общий федеральный проект, основанный на тех программах, алгоритмах, которые уже разработаны на федеральном центре и вам просто предложены? Ну, скажем так, основа школы – это все-таки федеральный центр. Но у каждого субъекта есть своя специфика. Мы не можем приглашать федеральных экспертов по финансовым возможностям. К сожалению, мы бы хотели, но у нас, к сожалению, пока не получается. Мы не можем проводить практику в Государственной Думе. Хотя это тоже предусматривает программа. Кремль, Белый дом, Государственная Дума – масса интересных площадок в мире. Да, да, да. Мы стараемся, скажем так, взяли основу, взяли скелет и уже своими силами это все оформляем. И я считаю, что у нас получилось достаточно неплохо, поскольку с 2015 по 2018 год, это получается 4 сезона, за 4 сезона у нас посетило порядка 450 участников. И это не случайные люди. Я сам являюсь, так сказать, участником этого проекта. Почему так? И задаю не один уже вопрос по этому поводу. И имея возможность общаться с вашей аудиторией, с вашими учениками, так называемыми, получая огромное удовольствие, потому что это всегда важно – видеть неравнодушных людей, которые реально живо реагируют на те мысли, тот опыт, который ты им несешь, с которым ты с ними делишься. Какие еще интересные проекты, наработки реализует молодая гвардия «Единой России», а может быть, что в ближайших планах и перспективах у вас в контексте тех задач, которые в том числе и озвучил совсем недавно глава республики Владимир Дмитриевич Волков, о том, что мы в республике после выборов президента обязаны сделать некий прорыв, скачок, в том числе и в сознании наших людей? Ну, понимаете, мы продолжаем работу в том направлении, в том ключе, который мы планировали. У нас работа достаточно цикличная. У нас есть три большие опорные точки в течение года, на которые мы опираемся и строим свою работу. В начале года это школа парламентаризма, затем у нас идет выездной форум «Инерка», площадка «Молодые политики», и «Осенние кампании», это когда мы приглашаем всех с презентациями. Естественно, помимо этого, я бы отметил только большие основные точки. Патриотика, да, вот сейчас с 9 апреля у нас стартует, будет стартовать месячник «Патриотизм». Будем огромное количество акций проводить по всей республике, приуроченные к празднованию годовщины Великой Победы. Затем летом, этим летом, естественно, мы будем помогать организовать чемпионат мира. Ну, слушай, ну и от этого никуда никто не денется. Все будут в этом задействованы, да. Потом будет федеральная форумная кампания, да, «Территория смыслов» и «Волга», тоже мы здесь будем принимать участие. Осень, запуск проектов, вот о чем я говорил, о прохождении стажировки. Да, я надеюсь, что следующую осень мы его все-таки запустим, раскрутим. И, собственно, плавно мы переходим уже к окончанию года. Вот там день рождения молодой гвардии нам исполнится уже, получается, 13 лет, да. Ну вот, и будем дальше, в дальнейшем расти. Ну, миссия, миссия, миссия у нас, вот как вы говорите, Владимир Дмитриевич сказал, что прорыв в сознании. Я считаю, что мы достаточно, сама организация прогрессивная, поскольку немногие дают политическое знание, да, политическое, там, расширение политических знаний, взглядов, понимания политики. Мы, наверное, в республике единственные, кто этим занимается, да, если не брать вузы, образовательные учреждения, вот, со стороны общественности. И в этом направлении, если только усиливаться мы будем, ну, вот, возможно, да, у нас опять переформатируется проект «Школа парламентаризма», да. Мы над этим думаем ежегодно, потому что, естественно, каждый год делаешь срез, да, количество участников, качественный показатель участников, спикеров, идей, проектов. Думаем, что, возможно, это перерастет осенью у нас в некий уже не образовательный лекционный проект, да, а в какой-то практический проект. Можем, есть в планах запустить ролевую игру, какие-нибудь выборы, допустим, да, там, большую. То есть идей много. И я говорю, что это не мои идеи, а идеи нашей команды, в первую очередь. Вот, это очень важный момент, то, что есть команда, или не люблю это слово, но оно, по-моему, более подходящее, актив молодежный. То есть люди, которые стремятся мыслить в одном направлении, доверяют друг другу. И я так понимаю, что эта команда год от года, тем более за эти 13 лет, значительно уже превратилась не в некое сообщество между собойчик, а уже в некую такую команду, группу, существующую в самых разных населенных пунктах республики. И как в свое время в комсомольской организации можно было приехать в любое село, по легендам моих предшественников, и решить все вопросы, потому что ты просто комсомолец. Так и сегодня, наверное, ваши представители есть уже везде, свои люди. И на эту группу, в том числе и вам, Евгений, наверное, можно опираться уже в вашей, в том числе, политической деятельности. Или я ошибаюсь? Ну, вы понимаете, в каждом поселке, обещать точно не буду, что в каждом поселке и селе Молодая Гвардия, но в местное отделение райцентра у нас есть региональное отделение, местное отделение, которые говорят желанием работать и продвигать деленные проекты. Это реально подобранные люди, которых вы лично хорошо знаете и доверяете, и они вас хорошо знают и вам доверяют, и стремятся выстроить свою молодую жизнь, в том числе и ориентируясь на те задачи, которые вы им ставите. Понимаете, идеи Молодой Гвардии, да, они достаточно понятны, очень понятны современному молодому человеку. И понимание того, что мы общаемся на одном уровне, если уже человек пришел в организацию, то мы уже с ним на одной волне. Понимаете, для молодежи, по большому счету, политика, ну, достаточно такое эфемерное понятие. Как, что, ну, если человек интересуется, находит нас, приходит к нам, да, и мы его находим, то тут уже все, так сказать, братья по крови ненадолго. То есть угроза, положишь на стол комсомольский билет, сейчас уже не работает. Нет, нет. Вы уже просто братья по крови, и это навсегда. Замечательно. Черт побери, но кто после этого разговора будет утверждать, что поколение 90-х, оно потеряно в этой стране? Да будет так. Это была программа «Гость в студии» на канале НТМ. Я ее ведущий Сергей Чернавин. Успехов вам! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за просмотр!